Сильный пожар в 12-этажном многоквартирном жилом доме номер 10 на улице Кирова произошел сегодня днем в Туле. Возгорание случилось на 8 и 9 этажах здания. Теплоснабжение поселка Воскресенского Дубинского района восстановлено сегодняшней ночью. Из-за прорыва системы отопления более 600 человек и детский сад остались без тепла. В настоящий момент в Дубинском поселке Воскресенском без тепла остаются четыре многоквартирных дома. Местные власти планируют восстановить в них теплоснабжение к сегодняшнему вечеру. Более 200 работ представлено тульскими фотографами в выставочном зале областного музея изобразительных искусств на Красноармейском проспекте в Туле. Официальное открытие новогодних и рождественских торжеств состоится во втором по величине населенном пункте Тульской области Новомосковский в понедельник 24 декабря. В условиях низких температур тульские полицейские начали операцию подросток. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверяют чердаки, подвалы и заброшенные строения. Пьяный водитель ВАЗ-21103 не справился с управлением автомобиля на 13-м километре трассы Донской Богородицк, вследствие чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Торжественное открытие библиотечно-информационного комплекса состоялось сегодня в Туле. Фонд комплекса насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, 3 тысячи электронных материалов. В профессиональном училище номер 79 УФСИН России по Тульской области, филиалы которого созданы во всех исправительных учреждениях, проходит обучение 1825 человек. На главной площади Тула устанавливаются карусели и другие аттракционы. Жители и гости города до окончания каникул смогут стать свидетелями культурно-развлекательных мероприятий.